Кажется, будто мы в центре России где-то. Восторг и восхищение. Первое, что вызывает чумовой терминал. Ведь не зря его считают самым оригинальным в России. Из-за облика, конечно, за начинку. С момента запуска аэропорт пропустил более 100 тысяч пассажиров. Население всей газовой столицы. Планы грандиозные. Стать международным. Владимир Владимирович, вы всегда ставите задачу развития Арктики, российской Арктики. И, конечно, фундамент всех новых проектов – это надежная транспортная инфраструктура. Уверен, что с открытием нашего нового аэропорта наш российский арктический фундамент стал еще крепче. Спасибо. Спасибо вам. Успехов. Исторический момент не только для Ямала, а для всей российской Арктики. Воздушная гавань официально открыта в день столетия гражданской авиации страны. В тестовом режиме терминал работал с 26 декабря. Все это время его доводили до совершенства, словно часовой механизм, чтобы он функционировал без боев. Впрочем, уже тогда было ясно – суперсовременный комплекс не уступает столичным аэропортам. Здесь все так, как хотят сами пассажиры. Последний раз я здесь была лет, наверное, 8 назад, вот так, чтобы на самолете туда и обратно возвращаться. И, честно говоря, поражена. Очень понравилось все. Прям, ну, сказка какая-то. Я уже нафотографировала все. Все классно, замечательно. По теплому коридору, в лифте, как в современных аэропортах. Конечно, не сравнить с тем, что было раньше. Прежний аэровокзал устарел морально и физически. Возможности терминала уже были на пределе. Сергей Шустав помнит еще деревянное здание. На Ямал впервые приехал ровно 45 лет назад. Интервью с ним мы записали 26 декабря. Тогда он покинул родной регион. По иронии судьбы, мужчина стал пассажиром первого рейса. Так повезло с первой рейси, с нового аэропорта. Конечно, город преобразился очень сильно. Конечно, жалко покидать все это. Как бы обстоятельства уже складываются, пора уже. Новый терминал способен обслужить 840 человек в час. Это значительно больше, чем прежний, где собирались очереди. Вместо 8 стоек регистрации теперь 12. Плюс 2 для саморегистрации. Пассажирам даже не придется поднимать чемодан. Здесь мы как раз придумали решение, которое позволило этот конвейер утопить в пол. И пассажиру теперь вот это движение физиологическое выполнить значительно проще. Чуть ли не просто подопнуть этот багаж ногой. Этого не встретить в других аэропортах страны. Как и Базгейт, тоннель для автобуса. Внутри комнатная температура. А значит, пассажирам больше не страшные морозы. Это, по сути, альтернатива телетрапа. Но их здесь предусмотрели. Самое главное, это то, что мы выходили с самолета сразу в телетрап. То, что мы миновали как раз-таки вот эту улицу. Как известно, что именно в этом промежутке происходит очень часто много заболеваний. Проект для Арктики уникальный и по масштабам, и по срокам. Терминал возвели всего за два года. Несмотря на пандемию и санкции. Причем возвели без единого бюджетного рубля в рамках концессионного соглашения. Это второй округи объект, построенный по такому вот механизму. В 2020-м был Пуровский мост. При этом останавливаться региональные власти не собираются. Работы еще много. Ямал должен стать лучшим арктическим субъектом, если уже не стал. Какие будут новые проекты, их точно будет много. Мы с коллегами обсуждаем новые интересные проекты. У нас не один аэропорт на Ямале. И везде идет рост пассажиропотока, везде ямальцы справедливо требуют большего комфорта. Когда-то мы радовались нашим аэропортом, сегодня справедливо их надо развивать, расширять, делать такими же современными. Поэтому точно есть о чем поговорить и о каких новых проектах помечтать. Будем работать. Все это постепенно, со временем. А сейчас награды тем, кто строил терминал и в метели в минус 50, чтобы сегодня ямальцы и гости округа летали с максимальным комфортом. Олег Танзейский, Иван Гавриленко, Наталья Колесникова. Время Ямала. Новый Уренгорь.